Привет! Ты на канале Машинист в Германии. Сегодня я хочу рассказать тебе немного о моем графике работы. Как работают машинисты на железной дороге в Германии, как работают на грузовых поездах и как работаем мы на пассажирских поездах. Смотри дальше. Давай начнем с того, что, как я уже говорил неоднократно, в Германии около тысячи разных железнодорожных фирм. И в каждой фирме есть свои какие-то определенные условия, в том числе и рабочий график. Я расскажу о том, как это работает у меня, как это было у меня на грузовых поездах. Давай начнем по порядку. Начинал я с грузовых поездов, поэтому и расскажу сейчас вначале про них. Итак, график, по которому я работал на грузовых поездах, был 10-5. Это означает 10 дней я работал, 5 дней я отдыхал. Среди этих 10 дней не означает, что у меня было 10 смен. Это могло быть 9, могло быть 8, 7. Но сам факт, что 10 дней выделялось у меня именно под работу. Оставшиеся 5 дней они должны быть дома. 5 дней дома считается не так, что я приехал в 15 часов дня, к примеру, домой, и это уже первый день выходного. Нет. Первый день выходного начинается с 0 часов ночи. И до 0 часов ночи следующего, уже последнего, так скажем, завершающего пятого дня. Посреди этих 10 дней смены расставляются таким образом, чтобы между ними было минимум 11 часов на отдых. И 11 часов на отдых, это не означает, что я приехал на конечный вокзал и все, пошли 11 часов. Нет. 11 часов именно с того момента, как только я вошел в гостиницу, либо как только я зашел домой, с этого момента начинает отчитываться время. И, соответственно, заканчивается оно тоже в тот момент, когда я вышел из гостиницы или же вышел из дома. И вот эти 11 часов, они должны обязательно оставаться у нас на отдых. Это время не может быть учтено, например, в поездках между городами как пассажир. Если я закончил сегодня смену в городе, возьму, к примеру, Берлин, все знают этот город. К примеру, я закончил смену в Берлине, и следующий у меня начинается где-нибудь в Гамбурге. Следующая смена с Гамбурга. И мне нужно ехать с Берлина в Гамбург. К примеру, 3 часа на поезде. Так вот, эти 3 часа, они также не учитываются как время отдыха. Эти 3 часа поездки до Гамбурга, они также оплачиваются отдельно на разных условиях, по разных фирмах. Где-то 100%, где-то 50% оплачивают. Есть фирмы, где вообще не платят. Есть фирмы, где платят в 2 раза больше, чем если бы это была обычная смена. Теперь, что касается самих смен. Стандартное время смены 8 часов. Но, уже многие слышали, уже многие читали у меня на канале, что машинисты на грузовых поездах умудряются делать по 300-350 часов в месяц. Как такое возможно, спросишь сейчас ты. Очень просто. Во-первых, смена начинается не с того момента, как я пошел в мой поезд, сел и поехал. Смена начинается согласно графику. Если в 12 часов дня стоит у меня начало смены, но поезд еще не приехал. Соответственно, я его жду. И ждать я его могу очень долго. Я его могу ждать 5 часов, 6, могу 10 часов ждать. Всегда по-разному. Если я его очень-очень долго жду, там часов 10, к примеру, я могу позвонить в бюро к нам, в офис, в фирму. И сказать, так и так, 10 часов уже жду. Поезда нет. Моя смена, пожалуй, на этом заканчивается. И все. Я не найду другого машиниста, кто повезет поезд. Я получу оплату за эти 10 часов. Эти 10 часов я не буду находиться на вокзале. Я буду находиться в гостинице, и фирма будет мне мое время пребывания в этой гостинице оплачивать. То есть, в данной ситуации мы получаем деньги просто за то, что мы ждали поезд. Но мало кто из машинистов звонит и говорит, все, на этом моя смена закончилась. Потому что 10 часов я сомневаюсь, что кто-то будет сидеть просто и ждать, когда же приедет поезд. Эти 10 часов машинист может спокойно спать, смотреть телевизор, отдыхать. И потом приезжает поезд, ему звонит машинист за час до приезда, который привезет этот поезд и говорит, так, дружище, я через час буду уже там в твоем городе, у тебя на вокзале. Ты говоришь, окей. Собираешь вещи и идешь. Едешь дальше еще часов, ну 6, к примеру. Итого получается 10 часов ожидания, 6 часов поездки, в сумме 16 часов. Именно таким способом можно набрать очень-очень много часов. Ко всему к этому очень часто отменяются смены. Да, как бы это странно не звучало, но бывает такое, что действительно с поездом что-то случилось, застрял на границе или же произошли какие-то проблемы с персоналом, который должен был привезти его мне, смену отменяют. Но машинист получает полную оплату за эту смену. Опять же, я повторюсь, в разных фирмах это все по-разному. У нас была полная оплата из-за отмены смены за 24 часа. То есть, если 24 часа до конца смены остается, и мне звонят и говорят, что так, у тебя отменяется поездка, я все равно получу 100% оплату за эту поездку. Если по графику у меня рассчитывалось, что я должен ехать в 8 часов, к примеру, с 10 утра до 18 часов, то за эти 8 часов я все равно получу оплату. И тут начинается самое интересное. Фирме невыгодно, чтобы я просто сидел и ничего не делал. Просто заплатили мне за 8 часов, ну пусть отдыхает. Нет, фирма предложит мне какую-нибудь другую поездку. Мне скажут, ты можешь поехать на другом поезде, через 3 часа отвезти его куда-то. Или же ехать пассажиром в другой город и там забрать другой поезд. Так вот, помимо этих 8 часов, которые я получил за отмененную смену, я еще и получу сверху часы за то, что я перевезу другой поезд. И там, допустим, 8 часов. Итого уже 16 часов. А если я еще куда-то ехал часа 2, к примеру, это уже может быть 18 часов. По факту рабочее время будет составлять, ну, к примеру, 10 часов. Получу оплату за 18 часов. Круто, не правда ли? В фирме, в которой я возил грузовые поезда, было все очень грамотно организовано. И поэтому такие ситуации происходили очень-очень редко. Но, тем не менее, мне удавалось зарабатывать примерно по 220-230 часов в месяц. При этом фактическое время моих поездок составляло, ну, не больше 100 часов за этот месяц. Я ни разу не ездил больше, чем 6 часов за штурвалом, так скажем, да, в поезде. Не было такого, чтобы мне пришлось 10 часов находиться в поезде, 12 там и больше. То есть 6 часов это было максимально. Из этих 6 часов я еще успевал где-то примерно час сделать паузу. Германия, она не такая большая. Здесь нету таких огромных расстояний, чтобы нам приходилось возить поезда по, не знаю, целым суткам. К тому же скорости в Германии, которые разрешены на грузовых поездах, да, то есть я ездил в среднем 100 км в час. Бывало, в некоторых фирмах приходилось до 120 разгоняться. Но, опять же, это не груженные составы, но сам факт, что это грузовой поезд 120 км в час. Да, бывали ситуации, когда приходилось ездить 90 км в час. Как правило, это с какими-то жидкостями опасными, химическими отходами и так далее. Когда бочки сзади, да, они очень тяжелые, особенно под плохую погоду. Очень долго разгоняется. Да, возможно, в такие ситуации там немножечко дольше идет время. Но, как правило, когда я возил бочки, мне приходилось ездить на очень короткие расстояния. Поэтому, тем не менее, больше 5-6 часов у меня в поезде не выходило, ну, никак. Да, туда можно еще приплюсовать. Если я ехал с начальных вокзалов и поезд был не подготовлен, к примеру. Или он был подготовлен, но стоял длительное время. Я приходил, мне приходилось совершать проверку тормозов. Да, и никто не торопит. Можно ее делать спокойно час-два. И это время также абсолютно оплачивается 100% по моей тарифной ставке. Со всеми надбавками за ночные, за праздничные, выходные. И поэтому спешить как бы смысла нет. К тому же, это же безопасность. Можно проверить все грамотно. И заработать на этом довольно-таки неплохие часы. Теперь же, что касается смен на пассажирских поездах. На пассажирских поездах все более гладко. Потому что поезда все-таки ездят по расписанию. В отличие от грузовых. И я всегда знаю, во сколько приедет мой поезд. Ну, разве что с опозданием. Ну, полчаса, может быть. В самый худший день, если где-то ремонтные работы на маршруте. Приедет поезд с опозданием в полчаса. Но, опять же, мне стоит доехать до конечной, развернуться обратно. У меня уже нет этого опоздания. Поэтому на пассажирских все укладывается четко в срок. И я заранее знаю, сколько у меня будет часов. Как минимум на следующую неделю. Мы получаем план каждую среду на следующую неделю. Я каждую среду знаю, чем я буду заниматься на следующей неделе. Действуют абсолютно те же самые правила. Минимум 11 часов должно выделяться на отдых между сменами. Работаю я сейчас по тому же самому принципу. Только не 10 дней и 5 отдыха. Сейчас у меня 9 дней работы и 5 дней отдыха. Касательно часов. Опять же, идет на выбор множество различных вариантов. В моей фирме предлагают работать 36 часов в неделю, 39 часов или 42. Я выбрал, естественно, 42, потому что я знаю, что я спокойно наберу эти часы, даже работая на пассажирских поездах. Касательно же графика, именно ритма, там 10, 5, 9, 5 и так далее. Также предлагают на выбор. Какие варианты есть у нас в фирме, я сейчас не знаю, не помню. То есть я выбирал это, когда устраивался на работу. Раз в год это можно менять. Можно договориться и поменять это посреди года. Это не проблема. Но официально это все делается один раз в год. И предлагают такие варианты, ну, к примеру, 6-3. 6 дней работы, 3 дня отдыхать. 10 дней работать, 5 отдыхать. Может быть, 6 дней работать, 4 отдыхать. Ну, какие-то варианты предлагают. Они готовы рассматривать и персональные варианты. Но довольно-таки сложно им будет подстроиться под персональные варианты. Потому что все-таки все планируется, составляются графики и так далее. Это все делается на год вперед. Да, на год вперед составляют. У меня есть график на год вперед. Но он примерный, он не совпадает с реальным. Более точно он составляется на месяц вперед. И самый точный, естественно, уже по логике составляется за неделю. То есть, как я уже сказал, в среду я получаю на следующую неделю самый точный график. Когда, откуда, какие смены, какие поезда, я все это заранее знаю. Для тех, кто посмотрел мое предыдущее видео, моя полная ночная смена, уже поняли, что такие смены, которые длятся по 10-11 часов, они по факту ничем не страшны. И, в принципе, абсолютно много времени выделяется на отдых. То есть, если в последней смене, которую я выложил на видео, ссылочка, кстати, будет, получается, где-то здесь наверху. Как я показал, примерно 4, ну максимум 5 часов у меня было за вождением поезда. Но по факту все это меньше, потому что это все было по 50-55 минут в разные стороны. В итоге это все округлял до часов. Ну, допустим, это было 5 часов. И дополнительно еще 3 часа ушло где-то на подготовку трех поездов. Да, там была такая ситуация, но ты посмотришь в этом видео, знаешь, почему так все долго. На самом деле все делается быстрее. Итого получается там 8 часов, 11 часов смена, минус 8-3 часа на отдых. По факту, естественно, повторюсь, этого времени намного больше хватает. Здесь не нагружают работать так, чтобы человек прям ехал, потел, не знал, что делать, там в туалет сходить. Вот все меня любят спрашивать насчет туалета. Нету здесь таких проблем с туалетом. Да, еще во время обучения нам учителя говорили, берите с собой пакеты, бутылки там и так далее. За полтора года работы на железной дороге мне ни разу не пригодилось. Да я и не беру с собой никогда, потому что я знаю, что у меня всегда будет время. Даже если у меня не будет времени на пассажирском поезде, я почувствую, что ну вот надо мне. Я просто остановлюсь на следующем вокзале и пойду. 2-3 минуты, они не сыграют никакой роли, я спокойно поеду дальше, и я знаю, что я эти 2-3 минуты нагоню. Это вообще не проблема. Так что я надеюсь, все поняли и не будут мне больше задавать этот вопрос, потому что он, наверное, в рейтинге по популярности находится на самой вершине. И я не знаю, но это странный вопрос, потому что в любой профессии есть эта проблема. Коронавщик, летчик, ну ладно, там в гражданской авиации выходят, а если взять там военную авиацию? Или там полицейские выезжают на вызов, врачи выезжают на вызов, пожарные и так далее. У всех есть такая проблема, у всех может приспичить захотеться в туалет. Машинист в этом плане ничем не отличается. Немножечко потерпеть и все, вопрос решен. То есть на следующем вокзале, на следующей остановке спокойно можно сходить. На грузовых еще проще, я могу просто взять, остановиться, позвонить диспетчеру, сказать, что у меня тут какая-то проблемка и все. Не обязательно, все друг друга прекрасно понимают, не обязательно по рации сообщать о том, что, эй, дружище, мне надо в туалет. Нет, ну можно сказать, что у меня здесь проблемка, мне нужно кое-что очень быстро проверить, буквально 2 минуты. Все, вышел, сделал дело, поехал дальше. Вообще никаких в этом плане проблем. Теперь по количеству смен. Как я уже сказал, я работаю сейчас по графику 9-5. Соответственно, у меня должно выходить порядка 18 дней рабочих в месяц, 10 дней отдыха. Да, это получается 28, ну еще 3 рабочих. 21 день должен у меня быть рабочий. По факту у меня последние месяца получается всего по 15 рабочих дней, но при этом я выхожу на все свои часы, я не ухожу в минус и, в принципе, я справляюсь. По зарплате отразится ли, да, допустим, если будет минус, недоработки и так далее? Нет. У нас есть такое понятие, как временный, временной кошелек, кошелек для времени, так скажем. Туда скапливаются все наши переработки и недоработки. То есть в течение года он становится больше, становится меньше. Да, есть люди, которые накапливают там неимоверное количество часов. Их можно использовать себе на выходные, их можно использовать на то, чтобы поменьше работать. Их можно использовать, чтобы выплатили эти часы. Вариантов очень много. Мой кошелек для времени сейчас находится в плюсе. На данный момент там порядка плюс 30 часов. И это, в принципе, неплохо. То есть я особо не переутруждаюсь. Я по своим часам работаю, получаю свою зарплату на отбавки и так далее. И мне этого вполне достаточно. Надеюсь, касательно графика работы, я более-менее смог в общих чертах сейчас описать. Не хочется записывать опять 10-часовое видео, там все разжевывать, разъяснять, потому что многие там комментируют, о, много воды, сделай там таймлайн или как это все называется, чтобы разбить все по минуткам, где, откуда интересна информация. Поэтому вот так вот коротко будут вопросы, пиши в комментариях. По мере возможности я тебе обязательно отвечу. Также не забывай ставить палец вверх, подписаться на мой канал, нажать колокольчик, оставить комментарий. Вступай в мои социальные сети везде, где у меня там есть группы, все ссылочки под этим видео, в шапке на YouTube-канале, в описании к этому профилю. В общем, везде-везде-везде вступай, поддерживай мой проект. И тогда я буду делать еще больше крутых и качественных видео для тебя. А на этом у меня сегодня все. Пока.